Сегодня губернатор округа Игорь Кошин встретился с сотрудниками Наринмарского объединенного авиаотряда. Для Ненинского округа с его большими расстояниями и труднодоступными территориями бесперебойная работа гражданской авиации имеет особое значение. Авиация для нашего региона – это объединяющая сила, которая связывает между собой населенные пункты, оленеводческие бригады, буровые и вахтовые поселки. В ходе встречи сотрудники предприятия смогли задать главе региона волнующие вопросы и обсудить план развития. О том, как развивалось одно из самых успешных предприятий округа на протяжении трех лет, рассказал генеральный директор Наринмарского объединенного авиаотряда Валерия Стопчук. По его словам, за этот период, несмотря на сложную экономическую ситуацию, объемы авиаперевозок существенно возросли. Хотя все компании, которые с нами конкурируют, они показывали спад от 5 до 15% по году, мы каждый год наращивали объемы на 7,5%. То есть за три года на лет с 13,5 тысяч вырос до 16,5 тысяч часов. Такой высокий показатель, по словам генерального директора, достигнут благодаря субсидированию округом пассажирских перевозок. Мы на протяжении 14, 15, 16 год вышли на цифру 23 тысячи. По сути, мы каждый в течение года каждого жителя населенных пунктов округа провозим как минимум один раз. Очень серьезное финансирование, только, наверное, где-то я молоненец, кому-то чуть побольше. Но на сегодня округ, как бы там ни было, оплачивают две трети стоимости билета каждого пассажира. Как следствие, выросли доходы предприятия. Если в 2013 году они составляли 1 миллиард 142 миллиона, то в 2016 году сумма возросла почти до 2 миллиардов. Успех предприятия, как отметил Валерий Евгеньевич, на встрече с губернатором обеспечивает и высокопрофессиональный коллектив. Средняя заработная плата по предприятию составляет 77 тысяч рублей. В прошлом году дружный коллектив отметил свое 70-летие. В юбилейный год впервые за 25 лет авиапарк предприятия обновился. Появился новый вертолет, причем очень было символично, что в год 70-летия авиаотряда, мы даже номер сделали, 0,70. Вот в этом году появится еще одна машина. И что немаловажно, долго мы определялись с вашим руководством по обновлению, значит, ну то есть какое воздушное судно будем подобрать для наших населенных пунктов. Ну вот подобрали ТВС-2МС. Жители, по крайней мере, благодарны. Вот я так понимаю, что у пилотов тоже особой проблем нет. И те полосы, которые сегодня существуют, они совершенно спокойно позволяют эксплуатировать этот самолет. В воздушном пространстве НАУ новые самолеты ТВС-2МС от Русавиапрома стали самыми распространенными средствами передвижения. Есть задача довести до определенного количества, ну как минимум 5 должно быть таких машин, тогда мы перекроем полностью весь округ, у нас проблем особых не будет. Стоит отметить, что кроме новых винтокрылых машин с 2014 года весь парк воздушных судов полностью восстановлен. Средний налет на вертолеты превысил 680 часов в год. На самолетах более 400 часов. На сегодняшний день один вертолет работает в Африке, что дает дополнительный доход. Еще с одним вертолетом предприятие вышло на работу на нефтяные платформы «Каспии». А это бесценный опыт работы в южных широтах и реклама авиакомпании.